Добрый день, друзья! Сегодня у меня выходной, есть несколько часов свободного времени. Я хотел бы написать пейзаж небольшой, маленький, этюдный. На улице зима, захотелось чего-то теплого, летнего. Заодно покажу и вам, как я делаю быстрые такие этюдные работы. Что здесь на палитре у меня? Марс оранжевый, английская красная, индийская желтая. Сразу три желтых. Много желтых, поскольку я хочу такой солнечный пейзаж сделать. Кадми желтый темный, кадми желтый средний, кадми лимонный, охра желтая. Изумрудка можно заменить на зеленую ФЦ. Возможно, понадобится бирюза, ультрамарин, хинокридон розовый или как же его? Так, фиолетово-розовый, хинокридон. И кость жженая, имитация мастер-класс. Все краски мастер-класса, кроме бирюза, ладога. Так, смажем, смажем холст. Холст я смажу, наверное, охрой. Так, охрой, и чтобы не такая яркая была, может быть, я не знаю, ну вот, чуть-чуть можно еще чего-то. Или черный, вот черный, может, чтобы не очень яркая была. Имприматура. То есть не нужно, чтобы она была там желтая-желтая, тоже не очень хорошо. Что-то среднее. Так, смешиваю с white spirit. Можно на скепидаре. Работаю тоже на white spirit на чистом, без добавления масла и лака, чтобы сохло все достаточно быстро схватывалось. Можно лака добавить. Я не переношу этот запах, запах лака. Лак очень полезен в смеси. Краска, краска крепкая, тогда становится блестящим. Такой вот теплый, достаточно темный. Даже так получилось, что темнее, чем кожа руки. Это как бы для меня такой индикатор, такой показатель, что вот уже на грани, если темнее, чем кожа руки, картина может по итогу выйти темная. Ну, в принципе, я с этим справлюсь. Для учеников, для начинающих очень темные имприматуры нежелательно использовать. Не темнее кожи руки. Здесь, повторюсь, получилось немножко темнее. Я с этим справлюсь, а вы можете немножко полегче делать. Белила. Вот небольшая часть, небольшое количество белил. Белила можно чуть-чуть, вот они густые, по крайней мере, гамовские. Можно немножко-немножко их размягчить тем же white spirit. Ни в коем случае не масло, будет невозможно работать. Вот немножко. Я не буду слишком их, как для цветов. Вот так. Такие достаточно мягкие краски. Теперь окрашиваю белила. Часть белил немножко совсем оставляю, как у меня, как образец будет. И может, немножко пригодится, пригодятся белила. Ну, может, в облачко в какой-нибудь белой краске. Вот эту часть я окрашиваю, окрашиваю. Так вот, индийской. Достаточно смело индийской и охрой. Индийская краска очень такая ядреная. Если много добавить, будет такая слишком излишне насыщенная. Насыщенная белила. При добавлении охры я это немножко, насыщенность этого замеса понижаю. Так вот. Так вот это, этот замес, такие, такого рода замес называют колера, колер, художники. Вот на этом колере я буду работать. То есть, вот это у меня будет идти вместо белил. Разница, как видите, очень большая. Так, теперь по рисунку. Абсолютно. Берем изглав. Я захотел рожь написать. Да, рожь какую-то. Рожь, возможно, даже такую весеннюю нарисую, зеленую. Посмотрим, как пойдет. Или спелую рожь, или... Мне очень нравится работать по воображению. Иногда, вот когда запутаешься, берешь, ищешь в Яндексе какую-нибудь картинку похожую, смотришь отношения, как там, например, земля относится к небу или к своей тени, тень, которая на дорожке лежит. Вот это вот иногда нужно. А так, из головы. Вот большой, я уже человек пожилой достаточно. Из таких, из того, что мы видели за свою жизнь, в голове там целый каталог, достаточно богатый. На детали он бедный, но вот по таким крупным формам, он достаточно богатый, можно работать из головы спокойно. Так, подсохло, почти подсохло. Сейчас немного рисуночек. Так, вправо пускай клином сходится что-нибудь. Так, горизонт, горизонт где-нибудь. Ну... Чем больше неба, тем быстрее работа идет. Сделаю, наверное... Горизонт посередине нельзя писать. Или вот так, или вот так. Сделаю все-таки чуть ниже горизонт. Дорога пускай уходит на вот эту... Вот на две трети делим. Вот пускай у нас тут будет смысловая точка где-нибудь. Так вот. Как дорогу завернуть? Это я хочу завернуть, чтобы она пошла изгибом. Смотрите, делим. Вот, например, вот у нас точка схода какая-то. Вот для вот этого участка. Мы сюда пойдем раз. Две линии раз. Вот этот участок у нас сходится на эту, на эту линию. Потом отсюда. Сюда поворачиваем раз. Строим. Здесь горизонталь. Вот сюда у нас линия пошла вот на эту сторону. От этой точки на горизонте мы спускаем. Вот сюда линию. Здесь у нас пошла вот так линия. Серединные вот эти дорожки. Ну, я хочу такую просвилочную дорогу. Там колея тоже. Мы встраиваем так. Так. Все это можно даже сделать под линеечку. Потом это все нивелируется. Вот эти квадраты за прямой линией скругляться и все это будет смотрится естественно. Вот сюда поворот. Вот сюда, например. Вот линия. Строим сюда. Сюда, соответственно, вот эти вот. Вот этих трех сегментов дороги. Поворота дороги мне достаточно. Так. Дальше. Тут какой-нибудь пускай бугорок будет. Тут рожь. Тут у нас горизонт. лесок какой-нибудь. Сюда поставлю какой-нибудь акцент в виде деревца какого-нибудь. Или березки. Пускай береза растет. Береза. тем бросает. Так. Тут что-нибудь. Такое. Так. И вот эту линию пускай я соберу облаком. Каким-нибудь облаком, чтобы сюда. И вот эта дорога давала сход. точку схода вот в эту. На одну треть нашу. Примерно вот в эту область. На нее будем работать. То есть не на центр, а вот тут какую-нибудь рожь. Возможно, вот здесь тоже и продолжу. Или травку какую-нибудь сделаю. Как пойдет. Так. Теперь берем. Делаем замесы. Как работают профессиональные художники. Часто. Не всегда, конечно. Но как вариант. Они делают основные колера. Например, для неба. Для травы. Для теней. Для светов. Особенно, когда портреты пишут. Это очень полезно взять тень, полутень, свет. Три базовых. Там три, а то и четыре замеса. А потом с ними работать и их обогащать. Например, небо беру. Вот такого замеса, наверное, хватит мне под небо. В холодную сторону. Ультрамарин. Смотрю. И вспоминаю. Вспоминаем. Вот как я. Когда я работаю, я не вспоминаю. Стараюсь не вспоминать натурального цвета. Небо натурального. Я вспоминаю скорее работы классика. Там Левитан, Оленов. Кто там еще? Шишкин. Кто мне нравится? Серов, Коровин и так далее. Вот эти вот оттенки, сочетания. Они вроде как бы и природные. Но с другой стороны, совсем не природные. То есть в природе таких сочетаний. Они как бы есть, но как бы другие. Они более что ли живописные. На картинах художников более живописные. По крайней мере, может быть, и небо такое, и трава такая. А вот отношения между ними немножко какие-то живописные. Хотя художник, может, и стремился взять один в один. Но все равно у хорошего художника как-то свой колорит уходит куда-то в какую-то волшебную сторону. не совсем натуральную. Так, ультрамарин. Что-то я большой замес, наверное, взял. Ультрамарин. И я не голубое небо, а такое фиолетовое немножко сделаю. Вот повторюсь, на хинокридоне можно, я не знаю, еще какое-то красное взять. Только не кадмия. Кадмия с ультрамаринами грязь дает сразу. Какое-то грязцо. Ну, хинокридон, солитое, хорошая краска, яркая очень. Так. Вот я делаю замес. И я, когда это пока делаю, смотрю сразу две вещи. Ну, насыщенность. Это, само собой, чтобы не было очень яркое. Кстати, что сразу вот этот охра и вот этот желтый будет сразу давать гасить немножко. То есть, очень яркий фиолетовый вот этот небо. Плюс вот эта подкладка не даст краски ярко звучать. Вот. Яркость гасим, само собой. То есть, небо у нас там не очень яркое. Вот. Потом оттенок. Вспоминаю. Оттенок. То есть, ну, не голубой беру. Вот делаю фиолетовую сторону. Делаю сразу, какой мне нравится фиолетовый. Вот. Мешаю и смотрю. Хотел бы небо вот такое или нет. Вот как-то так. Вот объясняю просто свой ход мысли. Вот. И потом тональность. Тональность сравниваю с белым. Вот. Я представляю в пейзаже кусок белой бумаги. Вот. Приклеенный на дерево. Там еще куда-то. На мольберт. И к нему отношу. Вот это вот. То есть, насколько темным может быть небо. насколько оно должно быть темным. Мой замес вот это. То есть, даже можно еще немножко, чуть-чуть, утемнить этот базовый цвет. И более фиолетовый сделать. Ну вот. Мне вот этот замес нравится. Вот. Пускай у меня будет вот этот замес. для верхней части неба. А вот здесь я немножко сделаю для нижней части неба с бирюзой. Так вот. Для чего делаются такие замесы? Делаются, как правило, больше, чем нужно. Немножко больше. Это сначала ты вроде потратил время, конечно, надо замесы на эти. Вот. Но потом ты не тратишь время на поиск опять того же. Вот, например, нужно тебе что-то поправить. Ты должен опять делать этот колер, вспоминать. А так у тебя все это есть. Как базовый. Лежит на палитре. И тебе только взять ее, там немножко поменять оттенок в нужную сторону и положить опять на нужное место. Это очень... Сначала время как бы занимает создать, но потом очень-очень много экономит времени. Главное, частота отношений остается, красок. Так, ну, допустим, вот это у меня что-то для неба. Так, например, дорога. Цвет земли вспоминаем. Вот ее тоже много нужно будет, достаточно большое количество нужно будет. Вот куда-нибудь вот сюда. Что у нас там? Охра, как базовый, скорее всего. Даже знаете, что не охра? Вот можно взять, не зря я черную, черную краску взял. Можно марсоранжевый. Марсоранжевый. И насыщенность погашаем небольшим количеством черного. Такая серо-коричневая земля будет. Вот я сейчас мешаю и вспоминаю этот цвет. Верхтональность не очень светлая берем, чтобы разница была заметная между белыми. И вот сейчас утепляю. Вспоминаю этот оттенок такой песочный. Так, может быть еще вот этого. Так, ну вот как базовый. Сойдет. Сойдет. Пока сойдет. Поправлю его потом, пускай здесь лежит. Так, цвет. Травы. Базовый. Тоже на ухре. Ухра, наверное. Или же, знаете, как вот тоже не зря я желтый брал. Берем желтый. Это лимонка, наверное. Желтый. С черным. Многовато черного взял. И вот такое пока что. Не очень яркое. Немножко охра. Цвет теней в траве, например. Черный. На базе черного. И немножко желтого. Немного. Чтобы не было очень темно. Так, вот. Безбелил. Тени. Тени лучше брать безбелил. На солнце. Если пишем солнце, тени очень контрастные. Вот так даже. Даже еще темнее сделаю. Тени теплые. Не холодные. Для внутренних теней. То есть здесь нет холодной краски. В качестве холодной, кстати, здесь выступает черная. На контрасте с теплыми черная кажется холодной. Холодная пока не берем. В падающие тени будет холодной вводиться. Синяя. Рефлексы неба. А внутренние тени, где замкнутая на себя трава и земля, холодных красок лучше не брать. Так. Ну, как-то пока вот так. Сейчас буду начинать и походу разбираться. Так. Берем щетинку. Работаем щетинкой. Берем небо. Солнце у меня. Ну, я привык с левой стороны. Пускай будет. Слева. Значит, правая часть неба немножко темнее будет. Правая часть. Я сейчас сделаю, наверное, растяжку сверху донизу. Солнце. Как ее? Облако я по верху краски. По-голубому пропишу. Так вот, правая часть меня темнее неба. Уголочком беру немного, дозирую, чтобы краска так плавненько расходилась. Так, чувствую светло. Еще немножко в базовый цвет добавляю более темные краски. Да, вот так вот происходит. То есть, к источнику света небо, купол неба, немножко светлее. И левая часть будет слегка светлее, чем правая. Так, вот заметно или нет на камере, не знаю. Кисть вместе с краской поднимает вот эту имприматуру. Она активная. Разбавители ее немножко вымывают. Плюс щетинка ее, щетина от кисти поднимает. И пригрязняет, дает оттенок вот этой краски. То есть, понижает насыщенность. Так, вот в биржу пошло к низу немножко. Небо. Так, и немножко высветляю колер к самому горизонту. Высветляю и даже можно немножко утеплить какой-нибудь английской красной. Даже потеплее немножко сделаю к низу. Такое марево летнее, теплое. Да, и из уроков в урок повторяю, что палитру нужно рассматривать как камертон. Камертон, самый главный камертон, это белое-черное, к ним не приближаемся. Работаем на среднем. И вот к цветным краскам тоже не приближаемся. Работаем на спокойных отношениях пока что. Если нужно будет, потом все это можно зажечь. Даже вот можно взять цвет дороги и в небо. Краски могут показаться грязными на палитре, темными на полотне, да и на палитре. Пока ничего не поправляем, держимся, терпим, держимся. Тут нужна как бы небольшая выдержка в этом деле. Когда холст раскроется, будем тогда уже уточнять. Если действительно грязно, тогда починим. Если действительно темно, высветлено. Пока вот так. Так, дальше. Цвет земли. Песочек базовый. Прямо раскладываем. Берем от слабой краски. То есть я сразу цвет не траву закладываю, а именно вот этот базовый цвет земли. Поскольку это более слабая краска, слабее, чем зеленая, покрепче. То есть чтобы не загрязнить зеленым вот эти вот ухристые оттенки. Так, и поскольку дорога проселочная, протоптанная, хорошо вот сюда, сюда, сюда земля будет видна. Вот, и делаем ее потемнее местами, тем же черным. Можно умбру, кстати, использовать вместо черного. Но, кстати, умбры с зелеными, то есть с желтыми, не дают зеленых оттенков. Они такие более коричневые, что ли. Лучше брать что-нибудь более нейтральное. Сажу газовую или вот эту кожженую. Вот, беру голубой. В тени сразу уже ввожу серо-голубые. Так, вот пока что страшненько, ничего страшного. Картины так и рождаются грязненькими. Как и многое, что в этой жизни неприглядно. И вот в базовый цвет вводим разные. Чем хорош базовый цвет, мне нужно создавать. Ты в него вносишь оттенки и разбрасываешь эти краски, просто зная, что они там могут быть. Чуть работаем, грубо говоря, художник всегда работает с температурами. Туда-сюда работает с тепло-холодностью. И вот, просто в эту же краску добавил красного, как более теплого. Английское красное. И помел немножко вот такими оттенками. Так, дальше. Теперь берем базовый цвет. Ну, например, травы. Вот, пока что можно без белила взять. Вот эти замесы. Здесь белила нету. По-моему, нету. Что я уже забыл. А, да, нет. Здесь это желтый плюс черный. Вот там какой-то бугор. Беру сейчас сначала темнее, чем нужно. Явно темнее, чем нужно. Потом буду по этим краскам работать на высветление. И опять же, все время смотрю. Не натуральный цвет вспоминаю, а вспоминаю художников. Вспоминаю. Тут даже не то, что художник. Какие-то воспоминания из детства ищу. Вот еще вечер. Теплые краски. Как-то вот так нужно. Так, тени уже можно сразу, наверное, положить. Тени пишутся тонко. Тень, полутень, как правило, тонко пишем. Свет можно писать выпукло. Так, вот тут у меня какая-нибудь рожь станет. Такая, скорее всего, молодая, неспелая. Так, тени закладываем. Рядом с дорогой будет солнце справа. Вот здесь будет тени. Преимущественно нейтральные тени. Вот здесь нет теплых красок. Но кое-где и с голубым. И, кстати, чем дальше от нас, тем больше процент голубого должен быть в голубых оттенках, поскольку воздух дает голубой оттенок. Не всегда, но часто. На солнце, повторюсь, контрасты огромные от теневых к свету. Поэтому мы их не должны бояться. Единственное, тут такое правило, что больших участков темных не должно быть. Больших участков. Нежелательно. Картина может как бы давить тогда. Своей темнотой. Рожь. Рожь у нас, когда зеленая, она имеет, по-моему, можно глянуть, по-моему, такой слегка бирюзовый оттенок. Так. На вертикально. То есть, не кладем ее вот так, как спелая рожь. По-моему, она такая бодренькая все. И так высветляем немножко. Уже можно и берем кое-где. Вот здесь очень насыщенная зелень. Явно. Явно. Вот это вот. Чуть-чуть понижаем. Уже nível. Услов dije. Окей. Это он. так цвет горизонта очень важно взять правильно он будет что-то среднее между небесными красками и вот цвет цвета деревьев зеленое что-то зелено-голубое так смотрим проверочка ну да я тень рисую я не не свет рисую не общем такой теневой еще а так и вот смотрите тени которые у нас вот рядом вот они тени уже там 50 или там 100 метров уже явно будет светлее и чуть-чуть голубей вот кстати можно небесный колер брать вот сюда вот в эти тени смотрим проложили первый мазочек сравнили утвердили и тогда разработали тоненько кладем теневые что потом не помешало нам свет получение свет положить так вот тут у меня будет береза и рисовать не могу пока небо не сделано но какую-то тень уже бросить от нее можно тень производное небо но производная земли умноженное на небо то есть если это трава то цвет травы плюс рефлекс неба если это вечер тени достаточно длинные так под облако немножко снимаем лишнюю краску вот иначе пока мягенькая прошло совсем немного времени с эмульсией и все это вытирается легко про эмульсионный грунт можете посмотреть у меня видео есть как делать хороший эмульсионный грунт так беру сразу свет пробую так чуть все таки теплее делаю мягкой кистью чтобы не очень поднимала нижнюю краску так и в тени тень можно жесткой кистью берем серенький вот в эту небесные оттенки берем немножко серого серого цвета так вот фиолетового тоже захотелось немножко фиолетового даем вообще связка фиолетово-желтая такая очень голубой желтый фиолетово-желтый очень живописная Продолжение следует... 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 вот о чем я говорил посмотрите мы набрали отношения они не такие как в природе здорово отличаются от природных красок и уже в них хорошо работать уже из них не вывалишься если есть хоть какая-то адекватность ты уже будешь чувствовать что какой-то не тот цвет не тот тон не та насыщенность она попадает из общего строя и тебе как-то остается только работать по деталям с учетом именно вот этих температур вот этой тональности так свет тоже немножко холоднее сделаем то есть я сравниваю с травой чтобы вот этот береза она темнее будет на свету чем трава на свету и холоднее вертикальными мусками там все это висит едва-едва как бы стараюсь чтобы краска и можно кстати мягкой кистью попробовать чтобы краска ложилась цеплялась случайно на незлежащую краску так ярковато первое касание первое касание всегда прицелочное как бы и за вот эту секунду ты утверждаешь или нет этот мазок может он тут лежать или нет именно как раз по совокупности всего так намек на деревушку крыши такие серовато теплые какие-то скаты ствол конечно у березки не белый такой сложный на стволе будет и освещение солнца и рефлексы неба и зеленые рефлексы все вместе участками и черные конечно снизу вот эти вот темнота можно сразу ствол нарисовать и потом на него ложить зеленые краски но необязательно как бы их ну и и то ну как С картиной работаем как с палитрой, уже смело переносим оттенки туда-сюда. Продолжение следует... 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 Ну вот, ещё немножко колосков тоненькой кисточкой, да, наверное, и всё. Этюд готов, прошло около двух часов. Для этюда это в самый раз, больше не нужно. Картинку можно позже отлисировать и немножко доработать. А на сегодня всё, буду заканчивать. Точнее, у меня время есть, я ещё что-нибудь нарисую, поскольку краски есть. И пару часов у меня ещё имеется. А с вами я прощаюсь на сегодня. Всего хорошего. Хорошего дня, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok